Мишаня родной, шалом дорогой. Как здоровье? Хорошо, зуб вырвали, но я держусь. Понятно, так это. А как у тебя с доступностью медицинской помощи? Это нормально все? Как? Нет, калончиков нельзя, бесплатных к врачу никакому зубному. Ну, нигде их нет. В общем, ни в госуслугах, ни в полармеде на этом 51, ни в колл-центрах не знаю, как вообще люди выживают. Слушай, Миша, сейчас же номерки через постель получают, а ты не знал, что ли? Только через постель. Так, ты мне адресок дай какой-нибудь. Ну, ладно. Который надо вставить за номерок, я позвоню. Боюсь, Миша, концепция несколько отличается от реальности. Ну, ладно, сейчас же, как бы, ну, понимаешь, врачей мало и телемедицина внедряется. И, короче, сейчас такую штуку придумали. Ну, короче, вот ты приходишь, садишься в кресло и тебя по интернету через спутник, по диалапу зубы тебе сверлят. Ну, там человек удаленно находится где-то там, дергает рычажки, а самого врача нету. Сам врач там где-то там в Караганде сидит, например. Единственный недостаток, ну, вот в диалапе задержки небольшие бывают, и, конечно, вот там, ну, подвисло что-то, оно тебя сверлит, сверлит, все равно. Ну, что делать? Врачи телемедицина. Татьяна, какое самое известное заболевание вы знаете? Ну, судя по выборке гугла, самое известное заболевание 2020 года – это, конечно, новая коронавирусная инфекция и сопутствующие осложнения в виде вирусных пневмоний. А какие же учреждения обречат такую замечательную штуку, как коронавирусная инфекция? Ну, коронавирусную инфекцию, безусловно, лечат в стационарах, если она в тяжелом течении, уже со осложнениями происходит, как в большей части случаев. И, безусловно, это инфекционное отделение стационаров, как правило, сугубо закрытое учреждение, оснащенное специфической подачей кислорода, обеспечением круглосуточного пребывания персонала и так далее. То есть это закрытый инфекционный стационар. И прямо сейчас переместимся в Кандалакшскую центральную районную больницу, при которой почти 20 лет строили тот самый инфекционный корпус. Как ты понимаешь, его не построили. И этот корпус должен был обслуживать три района. Полярной Зори, Терский район, ну и, собственно, Кандалакшский район. Эта история не является каким-то аргументом для оппозиции, потому что от Кандалакшского района в Мурманской областной думе всегда были депутаты, представляющие оппозицию. Один-два человека постоянно. И эти депутаты всегда держали на контроле строительство вот этого инфекционного корпуса Кандалакшской центральной районной больницы. Но по факту вот все, что эти люди держали на контроле, это, знаешь, такая своевременность получения заработной платы на карточку. Я прошу не воспринимать эту историю как критику сегодняшнего министра здравоохранения. Он в этой ситуации никоим образом не виноват. И эта ситуация началась намного раньше. И то, с чем сталкивается сегодняшнее здравоохранение, это последствия ошибок и дурацких управленческих решений, принятых фактически полтора десятилетия назад. Вот та же самая, например, больница Кандалакшская центральная районная больница, она строилась при Юрии Алексеевича Евдокимове, всеми любимый губернатор. Но если посмотреть по заголовкам, в какой-то момент в Кандалакшу приезжает министр областного строительства господин Меженин и говорит, что, ну, не можем больничку построить, простите, слишком дорого. А сегодня этот человек является фактическим владельцем крупнейшей строительной компании Мурманской области. Как так получается? И ужас ситуации в том, что строительство инфекционного корпуса в Кандалакше, оно показывает деградацию системы администрирования здравоохранения, а также строительной отрасли Мурманской области, которая продолжается последние 20 лет. И сегодняшнему министру здравоохранения приходится иметь дело с плодами этой эволюции, которая продолжается последние 15-20 лет. Лично он в этом не виноват. Сама система управления так построилась. Что, собственно, мы сделали? Мы собрали новостные заголовки про строительство этого инфекционного корпуса за последние 20 лет. И когда ты живешь в этом новостном потоке, ну, наверное, это не так ощущается. А когда ты вот собираешь в линию заголовки за последние 20 лет, ты видишь, как что-то строилось, строилось, тратились деньги из федерального бюджета, из областного, из местного. Но так ничего и не получилось. И, по сути, стоят руины. А вот эти 20 лет это, ну, считай, вся моя сознательная жизнь последняя. То есть сейчас мне 34, и вот 20 лет какие-то люди строили этот несчастный инфекционный корпус центральной больницы, который именно сейчас и должен принимать пациентов больных ковидом с трех районов юга области. Ну, давайте посмотрим, что из этого получилось. С Новым Годом вас! С Новым Годом! Инфекционное отделение Кандалакшской центральной районной больницы находится в ужасающем состоянии. Многочисленные комиссии, обследовавшие помещения, признали, нахождение там больных и персонала опасно для жизни, а ремонт нецелесообразен. С Новым Годом вас, дорогие друзья! По предписанию Госпожаронадзора отделение закрыто на два месяца. С Новым Годом! Начато строительство нового корпуса инфекционное отделение Кандалакшской ЦРБ. Это один из немногих объектов, что должен возводиться на деньги из федерального, областного и муниципального бюджетов. С Новым Годом, дорогие друзья! Стройка остановлена. Долги перед подрядчиком составляют 7 миллионов рублей. С Новым 2007 годом! Строительство нового инфекционного корпуса Кандалакшской больницы продолжается. Стоимость работ увеличилась с 67 до 98 миллионов рублей. Счастья вам, дорогие друзья! С Новым Годом! Ход работ на строительстве инфекционного корпуса на 40 больничных коек в Кандалакше на контроле главы района. С Новым 2009 годом! Строительство инфекционного корпуса в Кандалакше под вопросом. С Новым 2012 годом! Строительство инфекционного корпуса Кандалакшского ЦРБ будет продолжено после внесения корректировок в проектно-сметную документацию. С Новым 2013 годом! Мурманский губернатор раскритиковал Кандалакшские власти за недострой. Следующий объект, который посетила глава региона, недострой. Печальное зрелище строительства корпуса инфекционного отделения Кандалакшской центральной районной больницы началось в 2004 году и приостановлено в 2010-м из-за многочисленных нарушений. Инфекционка сейчас располагается в здании 31-го года постройки. Это классический пример того, как нельзя работать. С Новым 2015 годом! В Кандалакшской ЦРБ закрыли инфекционное отделение. С Новым 2016 годом! В Кандалакше недостроенный инфекционный корпус решили продать. С Новым 2019 годом! Я не ожидал такой катастрофы в здравоохранении. Один из хирургов сказал мне, нам казалось, что в 90-х было дно. Оказалось, хуже может быть, отметил Чибис. С Новым 2020 годом! Жители Кандалакши жалуются на отсутствие медицинской помощи. В Кандалакшской ЦРБ самый настоящий коллапс. Более 50 пациентов с подтвержденным ковидом находятся запертыми в стационаре, где им не оказывают медицинскую помощь из-за отсутствия свободных коек и отсутствия необходимых лекарственных препаратов. Кандалакши жалуются на отсутствие медицинской помощи. Продолжение следует...